МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа «Новина региона» у студии Алена Милешанкова. Витаю вас сегодня в выпуске. Новый проект по развитию мясной живёвлогодовли распроцовывают в Славгородском районе. Кутка в школу. Больше по сотни научальных установ Могилёвской в области уже готовы принять наученцев. Долина Раки Астёр в Климовецком районе признана водно-болотным заказником мясового значения. Новый проект по развитию живёвлогодовли распроцовывают в Славгородском районе. Он дотычится мясного керунку и выросшивания коров оберден ангузской и ерефорской породы. Центром о життявлении проекту стало сельское господаршее предприемство «Гиженка Агра». Калявёзки сили на поле, сош и зелёные луги. Более за 400 гектаров и гэтэ земли выкорыстовывая сельское господаршее предприемство «Гиженка Агра». Сёдня на им пасвится 300 коров мясной оберден ангузской породы. У господарцы и районе различывают, что статок поверечится до конца года, до тысячи голов. Нами была разработана программа, проведены экономические расчёты, и было предложено мясокомбинату на условиях выращивания вкомплектовать наше стадо. Судность проекту – танная вытворчасть мяса. Каля сажу на заливных лугах, у неудобицах, які этапер выкорыстовываются для нарыхтовки кормов только частково, есть махчимость пасвить коров. Ниаких выдатков добрый корм на лугах не потребует, побачь речка и петво для живёлы. Однако, кабы стотно поверечить статок, потребны сродки. Тому до проекту Славградского района долучился Махилёвский мясокомбинат. Працовать с давальницкой живёлы – такая идея до спадобы «Гиженцы Агра». Она привлекательна тем, что у нас хватает пасть без луговых, мясной скот выращивания. Будем производство мяса в Славградском районе увеличивать. Выгода наша есть. Мы будем выращивать, отдавать на мясокомбинат. И плюс за это мы затраты, все будем нам мясокомбинат компенсировать. По такой схеме активно працуют сельские господарки и мясокомбинаты у России. Есть вопыты в Хутимском районе. Однако тут размова идёт при намси про мармуровую яловичину. Там у Славградский статок будет комплектоваться только ведомыми мясными породами – обердын-ангусами и герефордами. Это очень дёшево. Рентабельность по последним расчётам нашим может достигать от 30 до 40%. Сейчас мы очень активно работаем именно над организацией технологического процесса, чтобы на всех стадиях от закупки скота до сдачи всё было технологически грамотно выстроено. Работники Гиженки Агра прозналі про новый проект и ухваляю цього, бо в выпадку поспеху это означает працу и повеличение зарубков. Работу им давать. И всё остальное, чтобы было хорошо. И все потянутся назад сюда. И будут жить и работать. Новые проекты у сферы сельской господарки рухают наперед экономику усяго района. Саслав Городчины, Илона Иванова, Миколай Соболёв. Новины региона. Больше за полсотни научных установок Могилёвской в области уже готовы принять школьников, наученцев и выхованцев. Это пятая частка о догольной колькости. Тут завершились ремонтные работы по подрыхтуце до научного года. Есть объекты, где по коль повным ходом и где будовля. И связаны это с масштабом работ. Подребязности в следующем сюжете. Ремонт у тым-то и иншем объёме проводить у кожной установе адукации в области. Подфарбовать, подклеить. Без этого не обыходится ни один сезон. Однако всё лето есть и у Вугули великие будовли. Бюджетный ремонт выдаткованы значны. В текущем году на выполнение ремонтных работ бюджетом предусмотрено 12 миллионов рублей. Это на 56% больше, чем в прошлом году. 12-я школа у Могилёве по сути так само будет, як новая. Тут и де реконструкция. Новые в окне, новый дах, обновленный фасад. Тут з'явится и горячая вода, якой ранее не было. Реконструкция обыдется бюджетом 800 тысяч рублей. Мы, конечно, тоже вносим вклад в ремонт, в текущий ремонт школы. Потрачено около 30 тысяч динамированных белорусских рублей. Это и покупка новой мебели, это и косметический ремонт кабинетов, это и благоустройство территории. Сюда, конечно, большую помощь оказали родители, попечительский совет, спонсорская помощь. Значный ремонт ведется не только тут. У 10 школах в области заменясь в окны. У 7-й одрамонтуют дах. У 18-й Могилёвской школе идея капитальный ремонт фасаду. Будовники кажут, что у термины укладываются. Параллельно идеи доброго порадкования. Одновилась о школе не только звонку. Новые двери, меблю набивали за позабюджетные осродки. Мы собрали 22 тысячи. 22 тысячи использовали на приобретение строительных материалов, краски. Провели уже работы по ремонту практически всех кабинетов школы, спортзала, бассейна. Там выполнен косметический ремонт. Кончатковый термин усих ремонтных работ 15-е жнивня. До этого часа усе навучальные установы повинны отримать по шпарты готовности. Павел Савицкий, Олеся Рыбалка, Віталь Вопси, Уновины Региона. Даліна Ракія Астер у Климовськім районі признана водно-болотным заказніком мясцового значення. Рашення було принято у межах виконання державной программы развития територий, які знаходяться под особливой аховой. Площа заказніка больше за 3 тысячи гектаров. Подровязанності глядите у наступном сюжете. Водно-болотный заказнік Даліна Ракія Астер починається ад мяжі Російській Федерації. Яго протяглость у Климовськім районі 46,5 кілометрів. Територія заказніка мяжує с Крычевским районом. На території заказніка зарегистрювано 5 видів краснокніжных птиц. Это випь малая, белоспінный дятел, карастель, зимородок обыкновенный, чорный коршун. Заказнік знаходяться у экологично чистым місце. У Даліні Астера нема промыслових прадприємствів, не шмат сільських господарчих аб'єктов, як на території Росії, так і Беларусі. З моменту отримання нового статусу на територію заказніка запаруніна господарчая дзейнасць. Тут нельга паркаваць аутой, разводзіць вогнішчы. Толькі культурна адпачіваць. Ірина Бородзловська, Віталь Аляксейнка, Новіны Регіона. Код Боня на просушці. Центральна скульптура міжнародного пленера по кераміце Арджижель рыхтується до вінікового опалювання. Нагадаєм, под Бабруськ сіліта з'їхаліся 20 мостакоў керамістів з 9 країн. З Беларусі, Росії, Латвії, Литві, Молдовы, Франції, України і у першыню керамісты з Індії і З США. Основная тема сілітніх апленеру, флора і фауна города. Тому біновіта і центральна скульптура фістывалю «Код». Кожна кераміст вносить нешта сваёв в образ. По традиції, наприканці Арджижелю гэтую скульптуру опалюваюць. Навідувача запрашаюць і глядаць шоу. Звычайно, Бабруський мастацький музей організуя поєздки. До вербок можна добрацься і сваїм ходам. Творча сустрэча за адным з патриярхів і крытыкам Юрием Рашанцевым пройдзе 27 ліпня у дітячым палаточным лагері у посёлку Грудічына Быховського района. Дарэч, гэтый лагер стварылі організаторы фістывалю «Велікая бард рыбалка». Таким чыном будзе дадзіны неофіційный старт восьмому міжнародному музычно-спартывному святу. «Велікая бард рыбалка» сё ліда будзе ладзіцца з 28 га па 30 ліпня. Мєсце традиційное на березі Чагирынська гаводосховіща ў Быховським районі. Гэтый праект, як прыклад адраджэня традицій сямейных атуристычных адпачынку, паспеў стаць сапраудной візітовкой Махилюшыны і Беларусі ў целым. Сё літа да ў делу ў музычно-спартывным святі заявкі падалі працтавнікі дісяці країн Беларусь, Расія, Украина, Молдова, Ізраїль, Чехія, Словакія, Літва, Польша і Эстонія. Праграма свята вельмі насычнае. Так, 29 ліпеня на галовній сцені Барт Рыбалкі адбудзіцца вялікі сольный концерт Юлія Кіма і Ягуся Броў. На святі выступіт таксама Ізраїльскі театр пісні. Паэт і бард Звіцівську Барыс Бляхман запланованы ў праграмі і масштабны беларускамоўный концерт «Яна радзіўся тут». А таксама на фесте знов будуть выбіраць коралеву свята. Парадуюць організаторы рыбаловныя з паборніцвы і турнір па пляжны волейболі і міжнародны праект конкурсу «Суседзі». Хакіісты Магілёва рыхтуюцца до сізону. Традыцыйна ў жніўні пройдзе Кубок Беларусі, а на праканцы гатага месяцу каманда правядзе перші спарангі. Учацвер Львов чакая гульня супрати Питерскага Дэнамо. Паядзінак пройдзе ў Жлобіня. А ў суботу адбудзіцца і перша хатня сустрыша. Тон часам трэнерскі штаб пратягвае фарміраваць скалад каманды. У клубі з'явіліся новаі іграки. Контракты заключылі абаронцы Іван Нічипарэнка і Вячеслав Штермір. Минулый сізон яны выступалі за Гомель. Усі самай актуальныя новіны в області на нашым сайті ТВР Магілёв, Крупка Бай. А я з вами развітваюся. Добрага вам настрою. Дякую за перегляд!